Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Раз в неделю, в рубрике «Камчатка день за днём» я рассказываю о том, что происходило на нашем полуострове в различные годы века минувшего. Рассказываю я об этом, используя старые газетные публикации и время от времени старые документы. И боже вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Сегодня мы узнаем о том, что творилось на Камчатке с 7 по 13 мая включительно в различные годы века минувшего. Итак, мы приступаем к нашим увлекательнейшим краеведческим изысканиям. Седьмой день мая 57-го года века минувшего. Газета «Камчатская правда» сообщает, что в колхозах Тегильского района начался отёл оленей. Первые десятки телят приняли пастухи, бригады товарища Емгитина в артели имени Сталина. Отёл оленей проводился в колхозе имени Кирова и в других артелях. В пастушеских бригадах, пишет автор заметки Калинин. Усилено круглосуточное дежурство и охраностат. Завезены продукты питания. Газета «Камчатская правда» пишет, что Камчатский музей и звуковое кино посетила группа рабочих с греческого парохода «Стефанис». 12 мая греческие моряки наметили посетить Петропавловский совхоз. 47 кинокартин получил «Роснапфильм» с пароходом «Якут» из Усть-Камчатска. Часть из них будет демонстрироваться в местном кино и часть отправляется для замены в Хабаровск. В этом же номере пишется. Лекции о творчестве советских писателей будут проводиться регулярно по выходным дням в городской библиотеке. Первая лекция на тему Шолохов и его произведения была прочтена преподавателем-товарищем Панасюк 6 мая. Ну и в этом же номере немного о политических назначениях. Новый уполномоченный «Крайвнуторга». Уполномоченным Краевого отдела внутренней торговли по Камчатской области назначен товарищ Адамович, начальник АКО. Напомню немного из истории полуострова, что это была подготовка к его уничтожению большевистским режимом. Сначала снять его с должности начальника акционерного Камчатского общества, отправив на малозначимую должность, потом арестовать, потом расстрелять. Что и было сделано. Такая судьба постигла миллионы других русских людей в советское время. Рад я, что дожил до этого времени. А мы продолжаем наше чтение. 1937 год. 9 мая. Газета «Камчатская правда» сообщает, что на Камчатке организован корреспондентский пункт «Союз кинохроники». Руководитель пункта, кинооператор Зеки, приехал в Петропавловск и приступил к работе. На днях товарищ Зеки выезжает в Авачинский рыбокомбинат для съемки Пробысла. Затем им будет заснят судоремонтный завод, аэроклуб, семья многодетного Камчатала Ворошилова и Т.П. В начале лета кинооператор выйдет на западное побережье, пишет газета, для съемок комбинатов и поселков, после чего отправится на Командорские острова для выполнения специального задания «Союз кинохроники». И в этом же номере газеты от 9 мая 1937 года сообщается, что выпущен и поступил в прокат киноочерк оператора «Союз кинохроники» товарища «Глаз» «Советская Камчатка» за снятый им летом прошлого года. Прошлого – это значит 36-го. На экранах Москвы киноочерк пользуются громадным успехом. Во второй половине мая экземпляр советской Камчатки отправляется в Петропавловск. Продолжим наши чтения. 10 мая, год 1918, газета «Известия», объявление. «Овачинское сельское общество объявляет, что в пятницу, 27 апреля старого стиля, в селе Авача будет в 2 часа дня сход для выяснения цен на рыбу и икру на 1918 год». Объявление подписал товарищ председатель «Овачинского сельского общества» Горбачев. Товарищ председатель, тогда означало не друг председателя, а заместитель председателя. Продолжаем наши чтения. 11 день мая, год 1919, газета «Камчатский Вестник». Камчатское торгово-промышленное товарищество имеет на складе для продажи за наличные или в обмен на пушнину небольшую партию ниже следующего товара. Муку, керосин, соль, рис, чай кирпичный, молоко, гвоздика, свечи, мыло, сало топленое, масло бобовое, подсолнечное, крупу грешневую, яйца, картофель, лук, апельсины, вермишель, макароны, манпосье, кофе, какао, эссенцию, перец, синьку, трос манильской, прядево, кирпич, пакля и смола. Лиц, желающих приобрести перечисленные предметы, просят обращаться к Голубецкому агентства добровольного флота отпуск товара местами. Ну что, будем узнавать, что проходило на Камчатке. Дальше. 11 мая 1945 года Газета Камчатская правда Публикует стихотворение Василия Акшинского Победа Четыре года в тягостной разлуке Мы тем и жили Ожидая дня, когда от радости Раскинув руки, ты снова выбежишь Встречать меня Повержен враг Настал желанный миг Взвелась победа знамя Песня птица Еще немного Скоро фронтовик К любимой вдаль Камчатскую Примчится Ни шторм не сдержит Ни пурга Ни снег того, кто бил врага Кто гром победы слышал Опять нам жить Опять свести весне Целую, жди, встречай С приветом, Миша Стоит рыбачка Цепи синих гор Сияет море ширь До горизонта И слезы радости И застилают взор И падают На телеграмму С фронта Василия Акшинской 11 мая 1945 года Газета «Камчатская правда» Продолжаем наше увлекательное чтение Заведующий Камчатской областной библиотекой Поляков 12 мая 1938 года Пишет в газете Камчатская правда Что в Камчатской областной библиотеке Имеется богатый фонд Социально-экономической И художественной литературы Это обязывает работников библиотеки Превратить ее в подлинный Очаг большевистской культуры А работников партийных Советских органов Помочь библиотекарям В этой почетной работе Далее Поляков ссылается На указания Большевистского Вождя к тому времени Давно околевшего Вождя Ульянова О том, как надо пользоваться Библиотекой И начинает стенать Вот эти-то указания Товарища Ленина К сожалению, еще недостаточно Учтены работниками библиотеки Руководителями советских И партийных органов Петропавловска За последние годы Библиотека много раз Перебрасывалась с места на место Книжный фонд Расхищался и портился Как вы думаете Кого заведующий Областной библиотекой Мог обвинить В этих недочетах В плохо поставленной работе Себя? Нет Сам он безгрешен Как любой, собственно говоря Советский чиновник Теперь мы узнаем Кого именно Он обвиняет Правильно Вы уже догадались К этому делу Несомненно Приложили свою руку Враги народа Наконец-то Вы узнали правду До самого последнего момента Библиотека Влачила Жалкое существование Газета Камчатская правда 12 день мая Года 1938 Статья Заведующего Областной библиотекой Полякова Больше внимания Областной библиотеки Ну и последнее Заметка Которую мы Прочитаем сегодня Это даже не заметка Это объявление Оно было опубликовано В 13 день мая 1978 Года На последней полосе Газеты Алеутская звезда Выходившие тогда И выходящие До сегодняшнего дня На острове Беринга Администрация Командорского Зверозавода Доводит до сведения Что запись Пассажиров на Пассажирские теплоходы Будет производиться За 4 дня До прихода Судна По расписанию Посадка На пассажирскую Боржу Будет производиться Согласно Списку Я напомню Что в те годы Существовало Регулярное Морское сообщение С Командорскими Островами По побережьям Ходили теплоходы Петропавловской Николаевск И помимо всего Каждый из них Заходил В Никольское Сеткой людей Сгружали И грузы Сгружали на боржу Спускали на берег Также забирали Пассажиров сначала Усаживали их На боржу Боржа шла К борту теплохода И сеткой Этих самых пассажиров Вместе с грузом Подымали на борт Вот так вот Жила Камчатка С 7 по 13 мая В различные годы 20 века А теперь Как вы уже привыкли Ставьте лайки Если вам нравится Узнавать о том Что творилось На нашем Замечательном Полуострове Пишите комментарии Не забывайте о том Что каждый из вас Сделавший пожертвование Так называемый Донат На развитие канала На номер карты Указанный в описании Под роликом Будет принимать участие В ежемесячном розыгрыше Одного из моих Фотоальбомов Да И еще Если вы здесь впервые То пожалуйста Выполните Вот эти вот Рекомендации В правом нижнем углу кадра Для того чтобы не пропустить Новые видео на канале До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова